Крыши текут, дома разваливаются, горячая вода отсутствует, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Крыши текут, дома разваливаются, горячая вода. Месяц живут без горячей воды. Жители многоквартирного дома на Шукшина уже несколько десятилетий вынуждены принимать холодный душ. Кровля в многоэтажке протекает и нуждается в капитальном ремонте. Однако управляющая компания, по словам жильцов, проблему игнорирует. Зато раздает советы. Предлагает людям подняться на кровлю и укрыть ее полиэтиленом. Отклеиваются обои, бежит. У меня до сих пор стоят тазики, я их даже не убираю. Резко теплеет. Тазиков в квартире становится больше. Кровля девятиэтажки на Шукшина протекает 40 лет. Возмущаются жильцы и добавляют, что ремонт приходится делать едва ли не каждый месяц. Пробегала кровля в коридоре, но это я уже сделала ремонт. Вот это место, так же обои были отклеены, здесь бежала. Как вы думаете, ремонт надолго? Думаю, что нет, ненадолго. Жалко своей силы. Во-первых, это все деньги. Я ходила в ЖИО, но они, как всегда, отмахиваются. Говорят, залезьте на крышу, постелите полиэтилен. Полиэтилен в одном месте стелишь, вода бежит в другое, естественно, пробегает в другом месте. Подождите, сотрудники управляющей компании вам сказали лазить на крышу и стелить целлофан? Да, так она и сказала. И жители, к слову, с риском для жизни поднимаются. Проверяют, в каком состоянии кровля. Невооруженным глазом видно, что в плачевном. Это бетон. Что это за плиты такие что-то? Все, он разваливается. Вот так же тоже не должно быть. То есть, получается, верхняя, даже если подойти, представляете, в самом плите дыра. Она может и вниз и впасть. Показали жителей более жуткие кадры. На чердаке часть крыши сильно провисает. Вот это, получается, крыша, плита идет, плита перекрытия. То есть, если вот чуть-чуть под наклоном, видите, что она провисла? То есть, плита уже дала трещину, видите, под наклоном. Как бы это достаточно очень, так, серьезная, скажем, плюс. Через нее, смотрите, как просачивается вода. Ну, опять вот лежит целлофан. Двумя слоями стоит ведро. Вон вся труба опять мокрая, ливневка. В ближайшие дни, я думаю, что если сейчас ведро вот не поменять, оно уже полное, прям сегодня-завтра, квартира опять начнет жаловаться, что, ну, началась встреча. В управляющей компании ДЭС-1 нам пояснили, что латочный ремонт кровли проводиться будет. Но как только улучшатся погодные условия, потеплеет. А между тем, коммунальные юристы напоминают управляющим организациям о реальных сроках исправления неисправностей. У нас предусмотрены предельные сроки устранения неисправностей. То, что касается протечки кровли, если это происходит местами, то это до одних суток. Если это протечки, связанные с плохими примыканиями к воронкам, водоводам и прочее, до пяти суток. Коммунальные юристы советуют в случае, если УК не укладывается в установленные сроки, обращаться в жилищную инспекцию края. Если управляющая компания проигнорирует еще и предписание жилинспекции, то ее ждут штрафы в несколько десятков тысяч рублей. Жители Барнаульской многоэтажки уже целый месяц не могут помыться с комфортом. Управляющая компания разводит руками и не может наладить горячее водоснабжение. Жителям ничего не остается, как принимать душ в другом месте. Например, на проспекте Ленина, там в скровле жилого дома порой льется кипяток. Вот градусник для воды. Вот, смотрите, 15 градусов. Закаляются целый месяц вынужденно. У некоторых жителей многоэтажки на Шукшина отключили горячую воду. Еще в феврале, уже конец марта, управляющая компания ДС-1 не спешит вернуть блага цивилизации. Из горячего крана течет постоянно холодная вода. Вот иногда почему-то, вот на выходных была горячая вода, успели помыться, успели посуду помыть. А так вот греем и в тазике, как вот в деревне, моем. Вот она, вот горячий кран, вот она холодная ледяная вода течет. Причину отсутствия горячего водоснабжения УК жителям не называет. Дату возвращения воды тоже не озвучивает. Инженер, управляющий компанией Александр Решетов в телефонном разговоре нам пояснил, почему люди так долго не могут помыться с комфортом. Причину нашли. Сейчас номер квартиры вам не подскажу. На первом этаже смеситель неисправный был, соответственно, шел подмес. Вчера смеситель заглушили в этой квартире. Ну там, скажем так, собственник с низким социальным статусом, грубо говоря, алкоголики живут. То есть пока заглушили, проблема частично решена. Плюс им надо восстанавливать циркуляционный трубопровод по этому дому, по стояку. Чтобы восстановить, необходим доступ в каждую квартиру, то есть с первого по девятый. Соответственно, сами понимаете, у многих ремонтов, кафель доступа не предоставляется. Ну, пока частично проблемы решили. То есть вода погорячее меньше пошла. Погорячее, но недостаточно. А между тем люди со страхом ждут очередную квитанцию. Ведь счетчик холодную воду мотает, как горячую. Жильцы требуют перерасчета. Необходимо обратиться в управляющую компанию устно, либо в письменном виде. Зафиксировать свое обращение обязательно, потому что именно с этого момента начинается перерасчет по услуге. Заявку о предоставлении некачественной услуги можно оставить и в мобильном приложении Госуслуги Дом. От таких официальных заявок управляющая компания, в данном случае ДЭС-1, уже не сможет откреститься. И начнет оперативно решать вопрос с перерасчетом по недопоставленному ресурсу. На госуслугах, рекомендуют юристы, необходимо оставлять и жалобы на продолжительное отсутствие горячей воды. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok